Здравствуйте, уважаемые товарищи! Начинаем очередное занятие университета рабочих корреспондентов фонда рабочей академии. Сегодня у нас выступит первый раз по очень слободневной и очень сложной проблеме доктор философских наук, профессор Огородников Владимир Петрович. И он нам сделает доклад по теме «Патриотизм и классовая борьба». Пожалуйста, Владимир Петрович. Здравствуйте, уважаемые товарищи! Микрофон. Да, можно сюда. Значит, «Патриотизм и классовая борьба» действительно наиболее актуальная тема, наиболее обсуждаемая в разных СМИ у нас. И вы знаете, на этом получает до сих пор очки наш президент и немножко даже наше правительство. Да, так сказать, в лучах славы президентской чуть-чуть светлеет. Да, вот поэтому. А почему, да? Вот почему патриотизм так моден? В общем-то, я думаю, что не надо это особенно подробно и освещать. Понятно, что патриотизм, вот патриотические какие-то такие чувства прежде всего. А у нас патриотизм почему-то больше всего с этой эмоциональной стороной отождествляется, да? Любовь к родине – это чувства, да? Вот. А вот патриотическое действие как-то вот разделяют от патриотических чувств. Ты патриот, что ты любишь родину? Ну, хорошо. А ты готов отдать жизнь за эту родину, да? И ты понимаешь, что ты отдаешь жизнь за родину, а не за ту власть, которая сейчас у тебя на родине. А любить вот эту власть – это патриотично или не патриотично, которое наше государство возглавляет, да? Или не любить – это не патриотично. Вот вы понимаете, у нас вот на, так сказать, этом фоне возросшего патриотизма, с чем это связано, я говорю, что особенно подробнее надо здесь рассказывать присутствующим, ну, всем ясно. Это событие на Украине, конечно, прежде всего, да, и наш новый виток противостояния с Соединёнными Штатами Америки, конечно, подогревает эти патриотические чувства, мысли, ну, и, конечно, даже и действия, безусловно. Без действий тут не обходится, иначе грош цена чувством и мыслям субъективной стороны, если они как-то не объективируются, да? Но вот с другой стороны возникает явное противоречие между патриотизмом, с одной стороны, и необходимостью вести классовую борьбу, и даже не необходимостью, а объективной неизбежностью классовую борьбу. Поскольку эта неизбежность сохраняется постольку и тогда, когда и поскольку продолжает существовать противоборство между имеющимся классом эксплуататоров и имеющимся классом эксплуатируемых. Это две противоположности, которые, как все диалектические противоположности, не существуют друг без друга. Если есть эксплуататоры, есть эксплуатируемые. Если есть эксплуатируемые, значит, есть эксплуататоры. Иного быть не может. Это, конечно, такая азбучная истина. Значит, и вот тут получается, что в классовой борьбе мы обязательно должны придерживаться лозунга классового единства, который толкает нас обязательно и необходимо связан с интернационализмом. Вспомним знаменитый лозунг, который и сейчас, конечно, актуален. Пролетарии всех стран соединяйтесь. Это классовый момент. Это необходимо для классовой борьбы пролетариата, трудящихся в целом, в широком смысле этого слова, уже трудящейся массы против эксплуататоров. Ну и вот как это соединить с патриотизмом? Вы понимаете, вот патриотизм связан уже с противоборством отнюдь не классов, а нации, заметьте, не национальности, а нации. Мы с вами в этой аудитории в прошлом году говорили о различии нации, национальности. Это очень важно отличать. И до сих пор это смешение я встречаю на каждом шагу. И далеко не только в студенческой среде, с которой я каждый день имею дело, но, к сожалению, и на самом высшем уровне. С одной стороны, к сожалению, а с другой стороны, может быть, это и не ошибка вовсе. И, к сожалению, тут не нужно высказывать, что вот они там как-то образования недостаточное, что ли, гуманитарное получили и так далее. Я думаю, что это не ошибка. Я думаю, что это тут некая злонамеренность, да, во всяком действии можно узреть, да. Вот подмена, попытка на этом фоне патриотизма поменять полюса, поменять сами противоположности. Противоположность противоречия между классами, с одной стороны, а с другой стороны противоречия между нациями, да. И тут вот это противоречие последнее между нациями является противоречием, порождающим и патриотизм, и патриотические, конечно, чувства, субъективный момент и объективный момент. Потому что субъективный только отражение объективного. С позиции материализма, который я имею честь отстаивать, да, всю свою сознательную жизнь. Безусловно. То есть, если нет объективных оснований патриотизма, то не будет и патриотизма субъективного, в чувстве. Если нет объективных оснований классовой борьбы, то никакой идеологии классовой борьбы не будет. Нет классов противоборствующих. Первобытный коммунизм, да. 95 тысяч лет первобытного коммунизма, все выполняются, все коммунистические постулаты выполняются при этом коммунизме. Ну, какая там классовая борьба? Нет там классовой борьбы. А вот, кстати, вопрос, а патриотизм там есть или нет? Вот. А наций-то тоже нет, государств нет. Да. И что такое тогда патриотизм? Вот это львиную долю существования хомо сапиенс на Земле. 95 тысяч лет. Бесклассовое общество. Можно ли сказать, что там вот какой-то момент патриотизма есть? Ну, если это любовь к родине и стремление, так сказать, защищать родину, то у каждого племени была некая своя родина. И, безусловно, не только стремление, но и необходимость защищать эту самую родину. Место обитания, если это не кочевое племя. И место, конечно, охоты, а не только непосредственного проживания, и место рыблой ловли, и место, и пахотные земли. Место, где, так сказать, землепашцы – это самая древняя профессия, одна из самых древних землепашек. Впрочем, охотники по-древней немножко будут, как нам историки об этом рассказывают. Я почему эти подробности оттуда из первобытно-общинного строя взял? Вот там было чувство какой-то такой обособленности социума на уровне вот этой еще такой первобытной общины? И желание защитить ее, да, вот так, конечно, кровно-родственные связи. Вот что отличало вот эту общину всегда. И, конечно, было самосознание такое. Вот это мы, а вот это они, какое-то враждебное племя, и были в столкновении, и брали в плен. Но пленных, что с ними делали? В основном съедали, увы, да, чтобы доброе не попадало. А брать их и заставлять их работать на себя было невозможно. Почему? Очень низкая производительность труда. Мы об этом говорили, да. То есть вот тут война. Вот война была, вот, столкновение. Но эта война какая? Вот это же не гражданская война? Нет, конечно, не для одного социума. То есть это не проявление какой-то классовой борьбы, безусловно. Это не борьба между нациями, но нации нет. Но можно это представить как, так сказать, некий прообраз борьбы между нациями, борьба между вот этими малыми очень социальными группами, между племенами, между потом союзами племен. Но такие объединения появляются уже в предгосударственных, в предгосударственных, так сказать, социумах, да. Это предтеща государства. Так вот, значит, такое, так сказать, обращение к прошлому немножко раскрывает нам и суть чего-то настоящего. Ну, прежде всего, то обстоятельство, и тут я обращусь к наследию Владимира Ильича, Ульянова Ленина, который вот этому вопросу, вопросу о том, как сочетается действительно и как нужно сочетать вот эту классовую борьбу с патриотизмом, как сочетается это и как нужно сочетать. Вот Ленин этому много статей своих посвятил. Почему? Потому что это было очень актуально. Вот эта проблема, которую мы сегодня поднимаем, эта проблема была, конечно, очень актуальна для периода предреволюционного. И периода сразу после революционного тоже была очень актуальна эта проблема. То есть, как сочетать классовую борьбу с одной стороны и патриотизм. Ну, вот, чтобы не быть, так сказать, голословным, вот я сказал, что Ленин многие статьи посвятил. И он посвящает, прежде всего, своей работой, вот знаменитая его работа в этом отношении, знаменитая работа, уроки коммуны. Какой коммуны? Парижской коммуны. Вы знаете, что коммуна – это первое такое движение, действительно, уже пролетарское, по сути своей. Первый пример такой борьбы и первый пример победы, к сожалению, очень короткой победы и поражения, пример. И вот Ленин рассматривает, что же там коммунары пропустили, какие ошибки они сделали, почему они не смогли воспользоваться, в общем, поддержкой широких народных масс, пролетарских масс, которые были налицо и которые должны были, по сути, их поддержать. И вот тут Ленин пишет, вот тут ошибка коммунаров Парижа в том, и роковая ошибка он пишет, в том, что они попытались как-то очень соединить то, что несоединимо на данный момент. Вот моменты патриотизма и моменты, связанные с классовой борьбой, собственно, сутью вот этого движения коммунаров. Ну, вы знаете, что Франция, вот в тот момент, когда вся эта драма с парижской коммунной проходила, она была в состоянии объявленной войны с Пруссией. И коммунары из неких ложно понятых патриотических соображений не предприняли наступление на верные правительству войска в Версале. Вот эти версальцы, которые потом их расстреливали на клавиши Перлаше, где до сих пор это замечательный такой барельеф, где коммунары там как бы из стены выходят, где их расстреляли. Вот. А почему не приняли наступление? Были силы, были люди. И было замешательство среди вот этих верных, вроде бы, правительству войск в Версале. И они были в какой-то момент дезорганизованы и слабы. И можно было это использовать. И был совет у коммунаров, а что делать? И так вполне демократическим путем выбрали совершенно ошибочную позицию. Ничего не делать, не наступать, потому что версальцы, они ведь охраняют Францию. Они вот... Как же мы на них? Это не патриотично. Ведь это войска-то правительственные, а сейчас мы в состоянии войны с Пруссией. Что же такое, да? Как-то нехорошо, да? Получается. Ну и вот проголосовали там коммунары, и все. И проголосовали они за собственную гибель по существу. И вот Ленин говорит, что вот такие уроки обязательно нужно учитывать. А когда он об этом пишет? Ленин ведь никогда ничего не писал. Просто так, как говорится, ну, отделать нечего. У него такого состояния-то все его не очень-то большой жизни не было, да? Что вот так-то вот вообще. Да, вот о чем бы еще написал? А он это пишет как раз в тот момент, когда в результате Первой мировой войны, вот сейчас, вы знаете, до сих пор идут, вот в связи с юбилеем Первой мировой войны, столетним, значит, продолжаются, значит, такие обсуждения, неизвестная война, и пытаются ее представить совсем в другом свете. Это не империалистическая война, да? А эта война была очень, так сказать, со стороны России патриотичная. И обвиняют, значит, большевиков в том, что вот они антипатриоты. Потому что вот они приняли там потом, вы знаете, опять же, мир вот этот брестский, да, обвиняют, что вот пораженческие настроения. И это совершенно не случайно. Вот бурджуазия тогдашняя России вот эту разыгрывала старую и очень верную карту патриотизма для того, чтобы подавить революцию. Вторую волну после Первой русской революции, да, подавить вот это революционное движение. Вы знаете, там всякие конкретные меры предпринимались, в том числе вот организовывались эти банды чернососинцев, которые там вот национализм тут поддерживали. И там это знаменитый лозунг чернососинцев «Бей жидов, спасай Россию». И вот они там ходили по домам, и это много в литературе описано у нас, да, вот это. Ну и в истории известный факт. Значит, вот враги-то отечества настоящие, да, вот они. А тут вот всегда вот этот национализм, который переходит по познавению в фашизм, связывает, заметьте, вот как-то удивительное такое, повторяющееся для разных стран вроде, для разных времен. Но вот тут закономерности развития истории мы видим. Повторяющиеся ситуации, повторяющиеся лозунги. Значит, вот кто виноват там здесь, вот в этой, значит, в том, что вот мы там чего-то такое проигрываем вроде там и там. Вы знаете, война-то была позорная для России. Мы там терпели целый ряд колоссальных провалов на фронтах. Там кто-то связывает с тем, что Николай II, вот он совсем уж не военный человек, стратег плохой. Вот тут еще там им управляли там некоторые товарищи типа Распутина через супругу, да. И что вот тут, конечно, вот он какой-то слабовольный, вот из-за этого, ну, субъективный фактор слишком увеличивается. Хорошо писать на отдельно взятого. Но некоторые граждане прямо говорят, ну, как же, кто это, большевики, они же вели агитацию. Что война это, значит, братоубийственная в отношении классов, братских классов, да. И вот они призывали штыки в землю, да. А с другой стороны, буржуазия, война до победного конца. До какого победного, да, до победы, вроде как, ну, как же, России победа. На самом деле, это до победы вот нового буржуазного класса, который вполне довольствовался бы результатом февральской революции. Вы знаете, вот эти движения после февральской революции, вот брожение в нашем революционном Питере. Вы знаете, вот через мою семью это прошло. Мой дед, активный участник Первой мировой войны, он офицером там стал. Его родной брат, близнец, понимаете, пошел, в общем, он монархист. А мой дед, вот понимаете, я продолжаю его время, он так вот большевиком не был, но явно сочувствовал. Его солдаты выбрали своим командиром после февраля. И вот удивительная, так сказать, история, вот так с моей семьей связанная. Они сидят вдвоем с братом-близнецом, по какому поводу, в марте 17-го года, после февральской революции. И вот брожение в войсках, куда идти, и там, о, значит, такое озлобление против офицеров в солдатских и матросских массах поддерживалось. И вот они сидят на охте в собственном доме, в нижнем этаже, в золотых погонах, по какому поводу, что там, я эту вот историю умалчиваю, мне бабушка это рассказывала в отрывках. И идут мимо революционные еще февральские, да, революции солдаты, а, золотопогонники, они врываются в дом, хватает их, срывает с них погона, скручивает их какой-то проволокой и ведут топить. История вот это воспроизводит, я тут с Фортунатовым, моим коллегой, это дело проверял там, по документам, действительно. Несколько сотен офицеров было утоплено в барке под мостом Охтинским, вот в марте, как раз в конце марта 17-го года. И если бы мой дед был присоединен к этим людям, то сейчас бы я тут не вещал, как бы, понимаете, вот, понимаете, вот, ну и отбили, отбили солдаты, которые голосовали за моего деда. Они видят, о, нашего командира, которого мы избрали после февраля, там избирали, ведут нашего любимого, отбили двоих. А второй-то, вот мой двоюродный дед, он к белякам же подался, там такая история была, кошмарная, да, вот гражданская война. Что тут? Классовый подход, да, вроде принадлежали одному классу, вот, вот, заметьте. Но вот идейно принадлежали к разным классам, по крови, как бы, по социальному положению, материальному. Вот еще один момент. Но я забыл о патриотизме. Оба были патриотами. Но оба по-разному и деметрально противоположному после октября 17-го года понимали, что такое патриотизм, да. Вот. И вот это вот ложное, ложный патриотизм, о чем Ленин пишет, это архиопасно, как любил выражался Владимир Ильич, и письменно и устно. Вот если мы сейчас будем поддерживать эти буржуазные призывы, борьба до победного конца, вот, между февралем и октябрем 17-го года, так революция захлебнется, и действительно, да, потому что эти же революционные солдаты и матросы, они на фронт будут отправлены, что и требовалось доказать, да. И там вот будут своими телами устилать поля сражений, да, или воды. И, значит, что там было бы с революцией октября, ставилось под вопрос, да, этот момент. Вы заметьте, вот, ведь очень активная, всем это известно, роль была за революционными солдатами и матросами в октябре 17-го года, да. А кто они, откуда? Они снялись с фронтов, они отказались воевать. Снимались все с офицерами. То есть это, можно сказать, антипатриоты, да, изменники Родины, да. Вот так можно было называть. Вот карта, так сказать, патриотизма ложного, как пишет Ленин. Но Ленин указывает, что далеко нельзя, вот, патриотизм, пишет Ленин, конкретно историчен. Вот, и он всегда проверяется именно в сопоставлении с классовым подходом. Вот какой класс выдвигает сейчас, в данный исторический момент, вот эти патриотические лозунги? Значит, смотрите, кому выгодно, он выдвигает сопоставление с сегодняшним днем, да. Вы видите, что вот патриотические лозунги, да и патриотические вроде действия, нормальные, поддерживаются. Ну, что, вот есть у нас люди, которые резко осуждают взятие Крыма, да. Нами, то есть присоединение, не взятие, они это так называют, поэтому я оговорился. Присоединение Крыма, там же никакой войны не было, ничего, все вполне демократично, понятно, да. Ну, вот, мы коммунисты, как мы должны отнестись к этому? Это патриотично? Да, патриотично. Кому это выгодно, да? Так вот, тут смотрим с классовой позиции. Выгодно это верхушки нашего общества, правящей, буржуатой. Выгодно, выгодно, а нам? Тоже. Тоже. Вот тут в какой-то момент это сходится. И тогда патриотизм не становится картой, которая разыгрывается в борьбе между классами, да. А становится цементирующим нацию в момент, вот, тяжелый, критический. Обязательным, таким вот необходимым моментом, да, без которого не прожить ни в одну, действительно, вот, вы знаете, есть деление и войн на справедливые и несправедливые, да. Справедливая война – это война защиты своего отечества от внешнего посягательства, да. А вот Первая мировая, вот опять возвращаясь к Первой мировой войне. Вот где там вот эти патриотические-то лозунги у буржуазивого, какая она была, справедливая и нет. Сейчас историки пытаются переинащить. Ну, вы знаете, набором одних фактов можно провернуть набор других фактов, да, вытащенные из контекста исторического. У нас историки, я могу доказать этот тезис с аргументами, но это меня, правда, увело в сторону, они очень часто занимаются вот этим игрой такими историческими фактами без их философских обобщений. Вы понимаете, историк без философии вообще, научной, диалектико-материалистической, он становится просто архивариусом, да, который должен вот расставить события. И то не сможет расставить эти события, потому что историк должен эти события как-то обозначить. Ну, скажем, в октябре 17-го года что произошло? Октябрьская социалистическая революция или переворот произошел. Понимаете? Значит, да, время одно и то же, события в явлении одно и то же, а сущность-то по-разному интерпретируется одного и того же. Наука это вообще не просто факт, а интерпретация факта и факта. И один и тот же факт можно неметрально противоположно интерпретировать. А где истина? А в чем причина вот этого события, да? И опять же, если историк философии не касается, он и причину будет искать во чем-то внешнем, да? Если он не знает диалектической философии. Если он моделил субъективизм, субъективная идеалистическая философия, он там субъективные факты, вот это очень часто бывает. Роль каких-то личностей, положительную или отрицательную, точно так же. И вот в этих проблемах, очень непростых проблемах связи, вот патриотизма и классовой борьбы, связи далеко не однозначны. И вот я возвращаюсь опять к Ленину. И в частности, еще задолго до октября 1917, в мае 1913 года, Владимир Ильич пишет следующее в одной из своих статей, да, собственно говоря, уже цитируемой статье, но я, правда, ее, так сказать, не обозначал. Это международная политика буржуазии. Так, так вот он что пишет, я цитирую. Обывательская публика не подозревает, что ее ведут на поводу, что звонкими фразами о патриотизме, о чести и престиже Отечества, а группировки великих держав прикрывают намеренно проделки финансовых мошенников и всяких капиталистических авантюристов. Май 1913 года, понимаете, да, это преддверие Первой мировой войны. И Ленин уже вот предостерегает. Ну, как вы понимаете, обывательская публика ловится очень легко на призывы, а у кого в руках средства массовые, как я их называю, дезинформации населения, тот и владеет положением. Всегда можно представить, да, и белое чёрным, а чёрное белым, вот, очень легко. И наша публика обывательская ничем не отличается от обывательской публики 2013 года. Ничем. Ничуть она не более информированная, я вас уверяю. Ничуть она не более интеллектуальная. Вообще, коэффициент интеллектуальности в человечестве за десятки тысяч лет ничем не изменился. То есть, само по себе интеллектуальной способности, да. А информированность, понимаете, вот, ну, вот я дело имею с передовым отрядом молодёжи. Я уже и в этом помещении, так сказать, сетовал, да. И коллеги меня могут поддержать, вот, информированность истории не знают. Поэтому с ними нельзя даже рассуждать, вот, факты какие-то приводят. Они не знают. Новейшие истории. Ну, что произошло, скажем, в октябре 1993 года в Москве? А что там произошло в октябре? Когда говоришь, что произошло, вот, опять же, смотрите, вот этот факт, расстрел Верховного Совета. Что это такое? Это патриотическая акция. Ведь это так и было подано, заметьте, сразу, средствами массовой дезинформации правительственными. Почему? Потому что, вот, Ельцин своим решительным шагом, отдав приказ о расстреле Верховного Совета, ну, он переступил через Конституцию. Зоркин, вот, кстати, я тут принёс журнал, вот, как раз об этом, о чём я вам сейчас рассказываю, написал в статье. Журнал-то почти проправительственный. И мне очень радостно, что опубликовали меня один к одному. Вот, да, да нет, не потому, да, ну, и вот тут же и профессор Зоркин, который, если вы помните, вот, честный человек, да, он был тогда председателем Конституционного Суда, да, и он что? Он заявил, что действия президента страны, Бориса Ельцин, они не конституционны. И он заслуживает импичмента. Конституционный суд не может отстранить президента, но он, вот, отдал на откуп Верховного Совета, и Верховный Совет расстреляли, чтобы он его не отстрадил, да. Вот таким образом, да, и вот как подавали? Ну, Борис Ельцин своими решительными шагами, ну, что там, ну, там, несколько десятков человек погибли. До сих пор врут. Там тысячи погибли. У меня есть люди, вот, которых я лично знал, которые там погибли. Саша Сидельников, вот портреты носят всегда на октябрь, не каждый раз попадают, да, вот среди них, журналист. Ну, вот, так вот, значит, вот, а почему так патриотично Ельцин поступил? Потому что он предупредил, если бы это он не сделал, развязалась гражданская война, и тогда бы миллионы, может, погибли. А? И кому это было на руку? Это на руку было нашим врагам, которым и подыгрывало наше правительство в то время. Сейчас удивительным образом, почему я удивляюсь, почему меня вот с такими явно коммунистическими статьями, я же, так сказать, нигде не скрываю своих политических, так сказать, амбиций, притязаний и взглядов, и философских. Вот, почему меня стали в правоправительственном журнале вдруг публиковать, третья статья вышла, заказали четвертую. Не дели, наверное, капиталисты. А, нет, сейчас политика меняется. О, вот я вам такую хитрость расскажу. Вот тут выступал Караулов по телевидению недавно, и тоже он всегда очень патриотичен, да, вот, полеет за... Ну, а Караулов в рупах Кремля, он гавкает только на тех, на кого он позволено гавкнуть, и которых потом, да, иногда даже достаточно крупные персоны попадаются, но не самые крупные. Так вот, вдруг Караулов, я так включаю, не каждый раз могу его смотреть и слушать, есть другие интересы, что называется, и задачи. Он тут вот буквально на прошлой неделе в передаче своей называет. Значит, Ельцин, его правление, это правление было измены Родины, а? Вот под суд бы надо отдать этих всех оставшихся, в том числе Чубайса, а? А? Каково? Вы помните, товарищи, мы ходили 20 лет тому назад при Борисе Ельцине, ходили, и у нас слоган был, банду Ельцина под суд, и тут милицейские, еще не полицейские, но достаточно уже полицейские кордоны с дубинками готовыми обрушиться, наши головы там размахивали, да? Тогда была смелая очень с нашей стороны, да, вот такая речевка, что называется. А сейчас смотрю, с правительственного телевизионного канала нам говорят, что это, оказывается, банда была, ну, прямо так не называется. Ну, измена Родине, внешнее управление при Яльцине было. И все это преследовали сугубо корыстные цели. У Ельцина сейф был забит миллионами долларов, понимаете, а? Вот такие вещи. Ну, вот. Это что такое? Это мы не знаем. Вот. Но мы-то знаем. Но вот чтобы вот это так сказали по правительственному каналу, это значит отмашка дана. Надо сегодняшний кризис как-то объяснить. А как объяснить? Вы знаете, старый прием. Надо вполне патриотично обвинить предшествующую власть. Раньше обвиняли все коммунистов. Но сейчас смешно уже коммунистов. Да-да? Уже больше 20 лет, да? Прошло четверть века практически, да? И обвинять коммунистов в нынешних. Ну, давайте предшественников. Вот они гады. Вот они до чего дошли. Вот они не думали о патриотизме. Они думали, так сказать, о набивании собственного мешка. Кстати, статья моя вот по поводу патриотизма и классов борьбы была названа не мною, а главным редактором. Извините, говорит Владимир Петрович, я-то назвал патриотизм и классовая борьба. Но классовая борьба как-то, ну, понимаете, в правительственном журнале. Правда, в анонсе они это оставили. А названа как? О патриотизме холопов денежного мешка. Это слова Владимира Ильича, которые я цитирую здесь, в этой же статье. О патриотизме холопов денежного мешка. Так вот они денежные... Когда они патриотами становятся? Когда этому денежному мешку очень выгодно быть патриотичным, да? Очень выгодно. Вот они и становятся выгодны в буквальном отношении. А большей счастью, вы понимаете, частная собственность, она порождает эгоизм, эгоцентризм, ориентация на личные корыстные интересы. И я много раз цитировал Ходорковского, и здесь даже, и люблю его цитировать. Из его первого письма из «Матросской тишины», где он признаётся, говорит, патриотизм. И прямо так и пишет. Вот у меня цитата точная, но я так не буду сейчас вглядываться в эту цитату. Патриотизм и предпринимательство несоединимы. Ибо предприниматель должен думать не как патриотичнее ему поступить, а как выгоднее. А если он будет поступать как патриотичнее, то он прогорит. По отношению к другим нормальным предпринимателям, которые думают как выгоднее. И вот тут у нас Владимир Владимирович, дорогой и любимый, патриотично призывает наших холопов денежного мешка. Ребята, давайте переводить ваши активы из-за границы. Ну, утечка капитала. Будем патриотично. Призывает. Ну, зачем нам этим ребятам-то, да? Вы знаете, уже было такие совещания даже проводить с нашими там, ну, ришами, да? Ну, в общем, уже не совсем ну, ришами, не новыми богатеями. Они уже, так сказать, очень обосновались, да? И дружба у нас, у президента, видите, с этими оригархами-то очень тесная такая, я пока знаю по телевизору, то тут-то там он, да? Да. Возвращается. То есть, вот понимаете, тут и проявляется классовая подоплёка. Да? И вот то, что вот в конце концов, вот патриотизм, настоящий, подлинный, непоказной, с капитализмом плохо соединяется. Особенно в эпоху, вот Ленин, я ссылался ещё, империализм, как высшая стадия капитализма, знаменитейшая его работа, да? Он там как раз и пишет о том, что такое империализм. Когда возникает уже интернациональное объединение, не пролетарский, а капиталистический интернационализм работает. И здесь уже тоже нет места к патриотизму, да? Когда вот этот капиталистический интернационализм работает. Вот. Так что, я, в общем, поднял вопрос, набросал там некоторые варианты подхода. Но так сказать, что вот его окончательно решим, расставим все точки над «и», мы в процессе сейчас. Вообще, конечно, мы на переломе. Как говорит одна древнекитайская философская поговорка, чтобы вам жить в эпоху перемен. Мы живём эпоху перемен. Но мы оптимистично смотрим в будущее и, в общем-то, ведём борьбу. Может быть, не столь ещё открытую и яростную. Время не пришло. Но в связи с акселерацией социального процесса, ускорением социального процесса, мы можем, так сказать, действительно надеяться, что скоро такая борьба перейдёт в очень острую фазу. И тут, конечно, надо будет всем определиться, с кем идти дальше, да, в какой упряжке, да, и на кого работать. Мы сегодня будем записывать. А? Сразу запишем? Ну, хорошо. Вот так, уважаемые товарищи, тут время моё истекло. Вы же понимаете, тема такая, по которой можно тоже часами говорить. Вот, и новые факты, и новые концепции какие-то рассматривать. Хотя нового-то принципиального нету. Вот то, что Ленин рассмотрел, собственно говоря, и сейчас вполне актуально. Почему? Не потому, что мы там пользуемся, ведь часто нас коммунистам обвиняют. Что вы догматики, вы взяли там у Маркса и у Ленина и продолжаете талдычи у Иосифа Сырёновича. Да, время-то и меняется, ситуация меняется, а вы там талдычите старые лозунги. Да, вот. Вы знаете, в чём тут дело? Это не старые лозунги. Дело в том, что вот при всех изменениях общие, всеобщие законы развития, они сохраняются. И вот как, скажем, начинала Древняя Греция с того, государственность начинала с городов-государств, так же через тысячи лет в России с городов-государств начинали возобновляться. Точно так же, как вот в Первую империалистическую войну был очень актуален этот лозунг, да, и по-разному трактуем мы, да, война до победного конца, и он лил воду на мельницу буржуазии, тогда ещё молодой буржуазии, да, у нас в России. Так же он и сейчас актуален до буржуазии, и они очень хорошо им прикрываются. И заметьте, оппозиционное движение притушено разного сорта, притушено вот этим патриотическим движением. Я сам был свидетелем, когда пытаются там критиковать Путина, да, и по делу критиковать. И не за то, что он Крым присоединит, а за другое, да. А и тут же находится масса оппонентов, это в моей преподавательской среде, я вам скажу, не делая из этого секрета, которые говорят, да что это вы, это как это так, ведь Путин столько уже сделал, он явно ведёт нас на правильном пути, вот. И мы должны за ним вот прямо выстроиться и идти. А как же? Вот, вы смотрите, с Крымом-то, вот уже больше не о чем говорить. Крым и всё побил, да. Ну вот, все, так сказать, недостатки, а я говорю, а классовый подход. А с каким классом Путин-то, на кого он работает? Ну, это старые все ваши, классовый подход, всё устарело. А я говорю, а что вы предлагаете? Гендерный подход, знаете, очень моден. Да, в обществе всё зависит от того, вот, власть принадлежит в основном мужчинам или в основном женщинам. Оказывается, а классовая принадлежность этих мужчин и этих женщин, это не важно. Главное половая. Я одной такой вот говорил уже даже среди гендерной даме, говорю, слушайте, говорю, вообще-то люди делятся не пополам, нет? Как же не пополам, я говорю, половое различие, это не главное для хомо сапиенса, или вы не считаете этого, да? Вот. Да, вот так, это, говорю, не социальный признак, пол. Спасибо вам, мы сейчас дадим заключительное слово. Ну, хорошо. Ну, какие-то вопросы, да, вот. Пожалуйста, Тепан Сергеевич. Может, потом вам. Тепан Сергеевич, я бы поднял руку. А, друзья. Если я правильно понял, патриотизм вы определили как любовь к родине, к народу, да? Ну, субъективный патриотизм, субъективный форму, любовь. А объективный – это, конечно, действие, которое действительно направлено на благо народа, родины. А как все относятся гуманизм и патриотизм? Гуманизм – это тоже чувство? Правильно. Ну, гуманизм тоже не только чувство, но и действие. Потому что, да, гуманизм. Так вот, гуманизм – это более такое абстрактное понятие, да? Гуманизм – это вообще, так сказать, любовь к человеку или человеческое в человеке, да? Если дословно перевести. Собственно говоря, так это и в основном интерпретируется. Так вот, понимаете, здесь уже никакого различия, ни классового различия, ни национального различия не предполагается, да? Гуманизм – вот какой поступок будет гуманный, да? Который направлен на поддержание жизни, здоровья, благополучия человека вообще. Очень абстрактно. Понимаете? А вот абстракции существуют только в нашей голове. А конкретно надо говорить о гуманизме, но каком? Вот тоже патриотизм. Буржуазный патриотизм, пролетарский патриотизм, разный патриотизм. Также можно, наверное, говорить и о гуманизме, да? Вот тут можно привлечь некий критерий классовости гуманизма, да? Вот вы так, да. Добро вообще всем, да? Вот что это такое? Бывает так, что мы все хороши для всех, да? И гуманны по отношению к всему человечеству и к каждому отдельному человеку, да? В равной степени. Вот в чем гуманизм. Кстати, вот тут у нас будет конференция, мне как-то по состоянию здоровья даже себя не заявил, эту конференцию по гуманизму. Я не знаю, на конференцию по состоянию здоровья не пойду. Ну вот, я вот как-то вот, понимаете, вот я думаю, что вот лозунг гуманизма и ориентация на какие-то абстрактные гуманистические ценности, что очень часто тоже у нас, это попытка растворить в этой абстракции все конкретное, включая, конечно, и классовый интерес. Классовые ценности, да? Интересы национальности отдельных, да, они есть. Конечно, интересы каких-то социальных групп, вот, они вообще абстрактные, общечеловеческие ценности. Вы помните, вот с этим выступал Михаил Сергеевич Горпачев с призывом к общечеловеческим ценностям, мы, к ним уже написал, да? По этому поводу. Подписал. Да, подписал, ну понятно, написал не он, вот, а подписал. Которая пыталась, эта книга, авторы, там несколько было авторов, пытались доказать, что мы вообще должны ориентироваться не на классовые, а на общегуманистические, то есть общечеловеческие ценности. А что это общечеловеческие ценности? Вот они в великих десяти заповедях. Обычно спрашивают студента, вот вы знаете заповеди, ну, самые продвинутые говорят, не убей, все, дальше не знают. Ну, хорошо, но это не первая заповедь, не убей, ну, не убей, да. Казалось бы, убить человека, это всегда плохо и антигуманно, одновременно, да? Вот, но что же мы тогда наших доблестных воинов, которые, если они убили противников в большом количестве, мы их награждаем медалями, орденами, да, под заслугом, отдаем дань их мужеству и так далее, да? Так что же такое, это патриотизм против гуманизма, так что ли? Понимаете, что получается? Потому что вот этот абстрактный гуманизм, да вообще не убит кого. Кстати, этот абстрактный гуманизм такой, он был высмеян еще в интересной беседе Сократа с одним из, я в одном из выступлений об этом рассказывал, с одним из, забыл его имя, ну, такой второстепенный философ, все свободные люди там в Афинах себя и философами именовали, да, любителями мудрости. Так вот, там вкратце расскажу, встречается Сократ, и это Платон нам оставил, Сократ сам ничего не записывал, хотя грамотный был человек. Так вот, встречается Афинянин, меня спровоцировали вопросом о гуманизме, встречается, значит, Сократ с каким-то вот своим Сократом, да, да, и, значит, Сократ говорит, слушай, вот я тут недавно размышлял, и никак не могу прийти к выводу по одному важному вопросу. А, кстати, Сократ, вот главная его проблема, это проблема этическая, добра и зла по отношению к людям. Ну, этот говорит, ну, что там Сократ-то, о чем там размышлял, вот ты понимаешь, я размышляю, вот может ли быть такой поступок, который признает добрым поступком, ну, сейчас переводим на термины, которые мы сейчас только что обозначили, гуманным поступком, любой человек, ну, и Афинянин, и какой-нибудь там Перс, Персы на них все время нападали, история греха персидских, ой, первая история человеческая, Геродотом-то, описана. Ну, этот Афинянин, никак не могу вспомнить его имя, ну, ладно, он говорит, ну, что, Сократ, ну, это детские вопросы. Конечно, есть такие поступки, которые каждый скажет, что да, это добрый поступок, да. Ну, какие, например, ну, Сократ, ну, вот, например, скажем, человеку сделать добро, ну, помочь ему в тяжелой ситуации, и вот он попал в какую-то там катастрофу, там, предположим, да, и вы спасти его, да, спасти его от смерти, или, там, вылечить его, если ты врач, там, здоровье, вот это все добрый поступок. А злой поступок – это, наоборот, убить человека, ранить его, причинить ему какой-то другой вред, телесный или даже моральный, может быть. Вот это злой. Ну, поступок Сократ, это его прием, он притворно соглашался, ну, спасибо, ты мне разъяснил. Ну, этот Афинянин удивляется, мудрый такой Сократ, ничего до сих пор не понимал, что ли. Ну, вот Сократ притворно согласился, а потом спрашивает его, как бы переводит уже разговор на другую тему. Слушай, скажи, мне тут недавно рассказали, что когда вот последний набег был перцев-то на Афины, у тебя жену ведь убили? Он говорит, не говори, Сократ, спасибо тебе за сочувствие, жену убили. А как же это произошло? Ты что, дома не был? Это же ночью было. Ну, он говорит, ну, ведь я был у соседа, мы там философствовали немножко, да, с соседом. И тут бегает, а у меня же дом, ты же знаешь, рядом с городскими воротами, перцы вырежали стражу в ворот, и ворвались, и тут мой дом. И тут бегает мой окровавленный слуга, раб, рабы, тогда за хозяев были в такой ситуации, и говорит, хозяин, перцы у нас в доме, резня идет, давай, хватит философствовать. Ну, мы за мечей с соседом, с рабами соседа, у которого они там философствовали, и ворвались в дом. И я, говорит, вижу ужасную картину, моя жена в луже крови зарубленная лежит, а этот перц поднимает меч над головой моего сына. И что ж ты сделал с этим перцем, сказал Сократ? Ну, как, я его разрубил в клочья. Ну, как ты думаешь, спрашивает Сократ, вот ты добрый поступок сделал, что убил этого перца? Ну, вообще, просто обескуражен и возмущен. Сократ, ты что, издеваешься, что ли? Ну, конечно, добрый. Я только жалею, что я не сделал это раньше. Жену мог бы спасти. Ну, постой, говорит, Сократ, ведь ты мне только что вот говорил недавно, что убить человека и даже ранить, это всегда же зло. Финянин опять обескуражен и говорит, ну, Сократ, ты меня извини, это смотря кого убить и когда убить. Вот это философский принцип относительности конкретного, который снимает все разговоры об абстрактном гуманизме. Не может быть. Еще у нас есть вопрос. Да. Я снимаю. Снимайте. Так, пожалуйста. Владимир Сергеевич, скажите, пожалуйста, в чем различие и схожести первой Великой Отечественной войны 1812 года и 1941-1945 годы? Да, какие вопросы заковыристые сходу отвечают. Ну, схожесть. Схожесть, что и та, и другая война была освободительной, с нашей стороны, справедливая, конечно. Это на поверхности лежит. Справедливая, освободительная война. Различие в чем состояло? В том, что, вот, вы знаете, последствия этой войны 1812 года для России. Вот многие и выдающиеся, и не очень выдающиеся, и неизвестные политики, политологи писали, и справедливо писали, и до сих пор пишут, что декабрьское вооруженное восстание было подготовлено результатом этой войны 1812 года. Наши войска вступили, простые солдаты, во Францию, в Париж. И они увидели, что вообще не только во Франции, но и в Европе люди живут несколько иначе. Что нету там вот этого крепостничества, понимаете, с одной стороны. А с другой стороны, война это объединило население, разный класс, даже противоположный. Вот еще недавно этот барин приказывал высечь прибольно своего какого-то крестьянина, да, крепостного на конюшне. А теперь они вместе с этим крестьянином с трой в трое и с французом воюют. А теперь вернуться опять его на конюшне порой? Как-то вот нехорошо. В голове-то что-то меняется, понимаете. То есть в чем различие? Конечно, различие явно, что тут было в 1812 году вот это явное классовое деление противоположностей. Войну 41-го года мы встретили совсем по-другому. Вот наш народ не был разделен на противоположный класс. На эксплуататоров эксплуатирован. Поэтому единство обеспечивалось не только патриотическим, так сказать, настроем, но и предшествующей жизни. Люди знали, за что они борются. За что? Против кого? И за что? Сейчас тоже ведь хотят извратить вот эти моменты, цели, что там вот бежали, там сдавались, потому что там советской власти не верили. Да, а подвиги, извините, многочисленные. Массовый подвиг советского народа. Это что, так сказать, из-за неверия советской власти, что ли? Или что, так сказать, все равно терять нечего, что ли? Так, понимаете, вот другой был народ. Сходство в том, что и та, и другая война освободительная и справедливая. Глубокое различие, что совсем другой состав. Классовые. Классы-то были, но не было классов, которые владеют, как сегодня, средствами производства, и тем самым являются эксплуататорским классом. И вот теперь вопрос встает. А вот я задавал вопрос и задаю до сих пор этот провокационный вопрос нашему студенчеству. Особенно, когда мы устраиваем вечера, посвященные 9 мая. День Победы 70-летия сейчас был. Мы тут целый ряд встреч еще с ветеранами, я там вытаскивал. Ну вот и спрашиваем мы их, конечно, кулуарно, такие вопросы задаем, на уровне группы, даже не потока. Но, ребята, вот как вы думаете, вот я даже доклады прошу их сделать, там у нас неделя науки, но с нашей кафедрой философской. Вот можно ли ожидать массового патриотизма молодежи, вот сейчас, если случись война, или нет? Вот, вот тут разделение. И знаете, один мне что ответил, да, вот я скажу, уж раз задал вопрос, один мне ответил, продвинутый парень такой, знаете, есть в группе всегда наиболее башковитый. Он говорит, знаете что, вот в Великую Отечественную войну люди знали, за что они воюют там, да, вот. У них уже было какое-то приобретение, стали значительно лучше жить, поднялось хозяйство, и сельская индустриализация была проведена, да, и люди как-то там квартирки уже получали так постепенно. Вот, а сейчас у нас что, за кого мы пойдем? За этих богатеев, что ли, вот этих финансовых олигархов, что ли, их добро защищать, что ли? Я говорю, ну вот, странное для меня, очень странный и неожиданный ответ. Ну вот он вдруг раз выявил такое вот настроение, да, среди нашей сегодняшней молодежи. Вот так. Так, товарищ Рыжеванов, последний вопрос. У меня такой практичный вопрос. Я представлю Совет ветеранов, и вот, значит, когда призывников, это самое, отправляют в армию, да, приглашают ветеранов, это самое, ну, как бы это сделать, сделать какие-то, это самое, наставления, что ли, по-моему. Вот, так вот вы говорите, это самое, капитализм и патриотизм несовместимы. Вот, так вот, что бы вы посоветовали сказать призывникам, да, идею защищая нашу власть, наших олигархов, защищая нашу частную собственность, это самое, вот, как, что бы вы бы рекомендовали сказать призывникам? Я уже об этом говорил, что надо различать власть и Родину, это далеко не остается. Да, власть и Родину, да, лекцию не прочтешь, Родину надо защищать, да, а не власть. Вот и все, самый простой ответ. Ответ, кстати, в 1812 году, что они царскую власть, что ли, да, защищали, нет, Родину не защищали, или они своего барына, который, так сказать, их порол на конюшне, защищали. Иван Сусанин, чего защищал? Только Родина не есть, это уклад, не царя же, правильно? Ну да, вот, 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 Родину, конечно, Иван Сусанин, вот, подвиг его, да. Родина, это уклад, общественный, это сам, это не очень четкий, однозначно. Вот, да, люблю Россию и иностранные любови, да, помните такое стихотворение? Вот, и дальше, люблю дымок, паленые знивы в степях, качующие обошли, и на полях, на холме, чету белеющих берез, да. Вот, понимаете, Родина для нас что? И наша семья, и друзья наши, и вот природа наша, это в нас вот не разрыво, но соединено. А что это нам, Бориса Ельцина что любить? Да, и все его сморо. На рельсе кладем. О, тогда. Ну, вообще, это, кто желает выступить, одно выступление будет, и на любви выступления. Ну, тогда там, два. Это мое, да. Товарищи, я, конечно, и не доктор философии, диссертации не писал, поэтому скажу попроще. Значит, первое, что касается самого патриотизма, значит, я считаю так, есть патриотизм рабоче-крестьянский, пролетарский интернационализм, то есть истинный, то есть тот, который был у большевиков, это действительно патриотизм настоящий. А есть буржуазно-чиновничий лжепатриотизм, который к патриотизму, собственно говоря, никакого отношения. Господа чинуши, буржуазины, прихвостники, даже социал-демократы, которых я частенько критикую, они очень часто красивой фразеологии, демагогии, болтовней, на темы околопатриотические, эти демагогии, они маскируют обыкновенную жажду денег, сребролюбие, жажду наживы. То есть это есть буржуазно-чиновничий лжепатриотизм. Я часто общаюсь с людьми и, значит, среди чиновников ни разу еще за 20 лет ни одного патриота не видел, а демагогов сколько угодно. Когда меня на пикетах спрашивают, а будет ли война между Россией и Америкой, я всегда говорю так, что буржуазия России и Америки завсегда меж собой сторгуется, сговорится. Так что не будет такой войны. А если и будет, то вот меня спрашивают, за кого пойдешь? Я отвечаю так, а я в красные партизаны. И захватчиков лупить буду, и власовцев, да бандеровцев, которые им, этим захватчикам, пособничать будут. Моя родина Советский Союз. И как нынешняя буржуазная рефия, не является для меня моей родиной. Теперь перехожу к вопросу о коммунарах. Какая была главная ошибка? Ну, по моему личному убеждению, главная роковая ошибка парижской коммуны была в том, что они слишком по-доброму отнеслись к французской буржуазии. Вместо того, чтобы эту буржуазию, как говорится, перестрелять, они их помиловали, ну а те с ними и расправились. Ну, а что касается вопроса о том, что говорить призывникам, когда их в армию. Ну, во-первых, надо очень простыми и понятными словами разъяснить им, что Путин никакой не патриот, а обыкновенный мародер по своей классовой сути. И что нужно защищать, конечно, не Путина, а Родину. Это действительно разные власть и Родина, государство и Родина, это совершенно разные вещи. Поэтому, что касается призывников, им надо сказать попросту. Ребята, военную науку знать надо, и военную специализацию, если есть такая возможность, получить неплохо, но когда придет время, власти пинка хорошего. Вот, а что касается патриотизма, всегда нужно помнить, настоящий патриотизм, это патриотизм большевиков, Ленина и Сталина. Спасибо. Пожалуйста, что не все. На этом. Ну, я полностью взялся в Болюцию Владимира Сергеевича. Болюция Петровича. Второй раз уже меня перекрещивает. Ну, неплохо. Ну, хочу вспомнить сразу фразу «Салтыкова щедрена», он говорил, «Когда говорят о патриотизме, значит, хотят где-то украсться». Ну, в общем, так оно и все. Да, точно. Опять же, к историческим фактам, если говорить уж, что сегодняшний буржуазик говорит про Первую мировую войну, то достаточно вспомнить, почему 65% генерального штаба царской армии перешло на сторону большевиков. В том числе генерала Брусилова известного, Молния Бруевича, брата нашего известного дизайнера. Это лишь потому только, что буржуазия того времени была так же продажной, как и сегодня. Потому что именно правительство Совета народных комиссаров опубликовало все тайные договоры, сговоры о том, что буквально немецкие войска должны были войти в Петербург и сдать территорию немцам вполне на боровольных отселах за какие-то, как мы сегодня говорим, откаты. Именно большая часть поддержала именно то военных, честных офицеров, которые поддержали именно тех людей, которые по социальному статусу, конечно, они были именно врага. Но сделали именно они были в том смысле настоящими патриотами, офицарские генералы. А именно в начале разрушили представители буржуазии. Как раз вся работа велась именно ими. В начале была разрушена офицарская армия на фронтах Второй мировой, Первой императистической войны. Как раз в начале восстановили Красную армию. Если мы будем, опять же, просматривать, когда происходят особенные всплески так называемого патриотизма, это всегда происходит в канун буржуаза, конечно, строя. Это канун войны. Как это было перед первой патриотической войной? Разговоры очень сильно начались с войны от победного концерта, который поддерживал правительство Керес. Так и сейчас. То, что война практически неизбежна с блоком НАТО, если кто-то внимательно занимается, то должен прекрасно это понимать. То, что войска НАТО стоят вдоль всех границ, то, что все эти конфликты стали происходить, то, что в последнее время в Луге происходит у нас рядом в Лигон, насколько возобновились и участились военные учения, спрашивают, какие деньги НАТО отброшены. 20 триллионов надо освоить. И за это, конечно, все войны начинаются в экономической сфере. Просто так. Америка никогда, Россия. Они думали, что разрушат Советскую власть и Советский Союз все равно не успокоятся, будут с ними жить в дружбе. Отнюдь нет. И опять те же люди, которые в 90-е годы кричали, что патриотизм – это прибежище идиотов, сегодня говорят совершенно другие вещи. Негодяев. Последнее прибежище негодяев. Негодяев и негодяев в разных отец. Именно эти же люди сегодня пытаются как-то скрестить уже ежи. Сегодня они также присвоили себе патриотизм Великой Отечественной войны. И пытаются насадить уже в современное время, начиная со школы. И пока ты из 90-то, пусть патриотизм – это, главное, защищать Родину. Но какую же Родину должна защищать современная молодежь? Оказывается, это Родины, их понимаем, они буржуазные Родины. Это тех хозяев, которые сегодня имеют право эксплуатировать рабочий класс. Кто воевал, как правило, они, когда есть другая поголовка, кто-то кому-то обещает, думает, что расплачиваться, он будет от чужого кармана. Но если мы вспомним первую патриотическую войну, то 10 миллионов – это было погибших. 40 миллионов оборонных рук и ног, рук – это были представители мелкой буржуазии и рабочего класса. И сегодня наша буржуазия думает, что это не их дети будут воевать, а дети рабочего класса и, опять же, многочисленного класса мелкой буржуазии будет проливать свою кровь за их яхты, дома, собственность. Ну и как, опять же, все-таки вот, Ладин Петрович говорил, как будто в его семье произошло, все-таки общественное бодие определит общественное сознание. Два брата, которые играют страшно, но это едет от Донского. Она всегда неизбежна, особенно революционных событий, как мы знаем. И, опять же, кто всех больше вот этому так называемому насаждению патриотизма сегодня подвержен, как и, в общем-то, 100 лет назад – это представители мелкой буржуазии. Я очень часто с ними общаюсь, вот они, как они быстро загораются, вот они вроде и угнетаем всех больше, и вот они всем больше подвержены виду своего малообразованности и своего неустойчивого полусоциального положения. Вот, что заражают с этим патриотизмом. Ну, опять же, говорить и делать две разные вещи. И вот, когда начнется война, большинство этой буржуазии продаст. Я, опять же, еще скажу, 41-й год, самые лучшие вооруженные силы Франции простояли 44 дня. Польша. Три недели, и через две недели буквально правительство буржуазное сбежало. А на Лужском рубеже 45 дней и ночей простояли и не взяли, войска отошли. Вот цена патриотизмного буржуазного – цена пролетарства. Значит, поскольку у нас тут присутствуют товарищи из Луганска, то я думаю, что одну минуту мы ей все-таки дадим. Три недели, пожалуйста. Обязательно. Когда вы будете ведущим, вы будете решать. У меня руками длинного лучше писать. Я хочу немного выгрозить. Я представитель мелкой буржуазины. Как это мелкой? Нормально. Я предприниматель. И я мелкой. Да, у меня дома идет война, и на самом деле мы вставали за идеи трудового народа. Поэтому нельзя поворачивать камеру. Поэтому немножечко, понимаете, все равно, даже мелкую буржуазию сейчас можно разделить на тех, кто за идеей стать более крупным. И те, которые за идеей стабильности, что если народ будет жить лучше, значит, у меня будет больше работы. Я по-любому буду жить лучше. Спасибо большое. Значит, я теперь так вставаю. Значит, у нас сегодня еще... Вы же уже выступили, Дмитрий Олегович. Я не забыл. Значит, у нас задачи, которые мы должны решать, связаны с задачами университета, рабочих корреспондентов. Мы должны не просто об интересные вещи поговорить. Интересные, так сказать, трудовые, так сказать, пикантные вещи сказать, или даже острые, как нет, остренького, больше остренького. Но мы должны сделать для себя выводы, вот, потому что это вопрос методологии, который поставил Владимир Петрович, как решать эту проблему. Как сочетаются, или как соотносятся, или как вот эти противоречивые понятия классового и патриотического, как их разрешать. Значит, я сразу скажу, что я, во-первых, подписался вот под всем тем, что сказал Владимир Петрович, кроме родственников, поскольку у меня родственники другие. Родственников не выбирают. Это классовое. Оно, конечно, и решающее. Но, скажем, если вы возьмете класс мелкобуржуазей, то вы знаете, что крестьяне, мелкие буржуа были и в Красной армии, и в Белой армии. И этот класс в конечном итоге, в большинстве своем, колебнулся, в конце концов, в сторону большевиков и социалистической революции. Поэтому это нам предупреждение, что вот это не так просто этот вопрос решить. Но я бы хотел, как бы, сделать некоторые выводы. Если Владимир Петрович с ними не согласится или покритикует, он так и скажет. Я знаю, у нас всегда очень четко, поскольку в идеологии не может быть компромиссов, но если надо кого-то покритиковать, мы это всегда сделаем. И я его, и он меня, и так далее. Вот я первый вывод хочу сделать из его лекции, к которым я пришел. Я вот слушал вас и делал выводы, которые хочу обнародовать. Первое, что классовое выше патриотического. Всегда. Всегда выше. Это что значит? Это значит, что если мы возьмем буржуазию, то для нее ее интересы, связанные с наращиванием капитала, превыше всего. Она прежде всего патриот денежного мешка. Патриот, так сказать, своего обогащения. И поэтому, сколько мы видели людей, которые там, скажем, ненавидят ту или иную национальность, так сказать, братаются как раз с теми, поскольку у них, так сказать, один и тот же общий шахер-махер и так далее. Мы прекрасно понимаем, что есть буржуазный интернационализм. Называется он космополитизм. И он присутствует в условиях империализма, наряду и с буржуазным патриотизмом. С одной стороны, дерутся, поскольку, скажем, в условиях своей страны им нужно наращивать в основном свой капитал. Но если есть возможность там получить больше барышей, они братаются с теми, кто обеспечит им вот этот самый больший барыш. И есть такое понятие, как, как вы знаете, компрадорской буржуазии, который доходы получает от разорения своей страны и от обогащения других государств. Или, скажем, если мы возьмем доклад Академика Глазьева, советника президента Российской Федерации, в нем однозначно написано, я очень советую его всем почитать, он доступен в интернете, там однозначно говорит, что у нас денежный блок действий в интересах иностранных государств. И это зафиксировано. Это сделано в докладе комиссии Совета Безопасности. Поэтому это не о прошлом и не только о будущем. Это и о настоящем. То есть классовый выше патриотического. А что такое вообще патриотизм? Ну, что такое классовый, это понятно. Значит, каждый класс превыше всего ставит свои экономические интересы. Каждый класс. Значит, рабочий класс превыше всего ставит интересы свои. Интересы своего класса. Если они противоречат национальным интересам, на первое место выступают, конечно, и выходят классовые интересы. А теперь давайте рассмотрим само понятие патриотизма, как его обрисовал Ленин и Владимир Петрович. Значит, патриотизм – это любовь к Родине. Родину тоже можно по-разному понимать. Родина, некоторые думают, что это только Берёвский. Вот рабочие считают, что Родина – это вот те люди, те товарищи, рабочие, с которыми мои коллеги, друзья. И тот, кто любит Родину, ненавидит всех, кто эксплуатирует её народ. Если он любит Родину. А, скажем, Бургазия, когда она любит свою Родину, говорит, а такая вот Россия сейчас хорошая. Чтобы можно было, вот просто взять чемодан с миллионом долларов и выехать из России, и тебя не могут остановить по закону. Ну, таких законов больше нигде в мире нет. Недавно, буквально вчера, в российской газете представитель таможенного органа разъяснял, что и сюда можно въехать, имея миллион долларов в чемодане. Нужно только заполнить декларацию и написать, что у меня миллион долларов. Фамилия Иван Иванович Иванов. Ну, какая есть по паспорту. Есть люди, которые этим подрабатывают, то есть перевозят, не свои деньги, туда или сюда. И последнее, говорит, вот у нас было за 2014 год 7 таких случаев, когда везли больше миллиона долларов. Ну, не обязательно доллары, может быть и евро или рубли, но вот в таком объеме. На сегодняшний день. Еще только собираются они начать спрашивать, откуда у вас такие деньги. Пока еще не спрашивают. Пока еще разговор идет о создании закона. Поэтому лучшей страны для буржуазии, чем в России, нету. Бусинский Путину письмо написал. Дорогой Владимир Владимирович, я виноват, я согласен, я полностью признаю свою вину. Только пустите меня в Россию. Пустите, потому что сколько народу здесь живет, которые ненавидят вообще все русское, и Россию, и Советский Союз, но их же отсюда не вытавишь никак, потому что, ну, вот здесь просто можно нажиться, а там они приедут. Кого вы там удивите отношением к каким-то России? Здесь они должны быть. Возьмите эхо Москвы. Их ведь не выставишь никуда. Они же здесь будут сидеть и ненависть свою в каждой передаче показывать. Я думаю, что у них больше ненависти, чем у американских граждан, в том числе и у американского президента. Потому что халуйская ненависть, она гораздо страшнее. Значит, есть такая работа о национальной гордости великороссов. Ленин все-таки решил этот вопрос поставить и принципиально его решить. Я очень бы всем ее рекомендовал. Что говорит, чем мы должны гордиться? Вот мы, великороссы. Ведь русские – это сравнительно недавнее название. Дальше были, раньше были малороссы, червонороссы. Как? Великороссы. Ленин писал про себя, великоросс. В чем национальный город великоросс? Мы гордимся революционными и демократическими завоеваниями и достижениями нашего народа. Вот тем, чем мы продвинули историю, культуру. И мы скорбим, если кто-то из наших русских великороссов участвовал там в подавлении каких-то восстаний. В подавлении тех, кто борется за свою свободу, независимость и так далее. То есть, если человек любит родину, то он, конечно, болеет теми болями, которые есть в этой стране. Он хочет от них избавиться, избавиться от всего отрицательного, что есть в этой стране. Не то, что он любит все это отрицательное, потому что если я русский, то я должен русить, любить недостатки русских. Вот скажем, я не люблю такой недостаток русских, на них наступают, их обманывают. Они так легко дают себя обмануть. Вот они пойдут героями, лягут в войне, а каким-то жуликам все отдают и раздают. Пора уже научиться сопротивляться и пора уже наступать, а не отступать и жаловаться, что нас бьют. И так они противно выли, что и вправду их побили. Вот принципиальная позиция должна быть такая. И вот Владимир Петрович это тоже показал, что поскольку буржуазия и пролетариаты, они, буржуазия и рабочий класс неразрывно связаны, потому что рабочие работают на предприятиях, которые организовывают буржуазии. Буржуазия без рабочих не сможет никоим образом наращивать своего богатства. Мелкая буржуазия, ей с одной стороны грозит, это 90%, 90% там грозит упасть в ряды пролетариата. А менее чем 10% могут подняться до настоящего хозяина, то есть стать капиталистом и эксплуатировать рабочих. Поэтому буржуазия разрывается, колеблется туда и сюда, и поэтому мы видим, что это не зависит от размера капитала. Это общественное бытие определяет общественное сознание, а не бытие каждого человека. Ну какое бытие у Рженикиза? Он вроде бы как дворянином был. Дзержинский дворянином был, Ленин дворянином был, Маркс был буржуазный интеллигент, Энгельс был фабрикант. Бытие человека не определяет его сознание. Человек есть продукт обстоятельства воспитания. Общественное бытие является общественное сознание. А вот в рамках этого каждый человек выбирает свою позицию. И, скажем, декабристы, которые выступили против крепостного права, они все сплошь были дворяне, между прочим, эксплуататоры по своему социальному положению. Поэтому мы должны и по отношению к представителям буржуазного класса, и по отношению к представителям всякого эксплуататорского класса, если они в каком-то вопросе занимают позицию прогрессивную, то в этом вопросе мы можем и должны их поддержать. Это вовсе не значит, что мы должны поддержать их, так сказать, буржуазную позицию или, скажем, помещичью позицию. Потому что, скажем, Ленин как относится к Клюву Толстого, что он, так сказать, великий художник, великий писатель, а философия у него – это помещик и родствующий во Христе. То есть совсем не обязательно, если мы любим и уважаем Толстого писателя, совсем не обязательно его, так сказать, философствуя поддерживать. Потом есть музыканты, которые, может, они ничего не понимают в марксизме, и даже, может, антисоветчики, но играют хорошо. А могут быть музыканты, которые совсем коммунисты, круче, чем товарищ Денисов, но играют вообще из рук, он плохо, нечего их слушать. Поэтому не будем, так сказать, вот эту сложность, диалектическую взаимосвязь этих понятий, не будем, так сказать, ее упрощать. Не будем упрощать, поэтому вообще коммунисты, как сторонники прогресса, они всегда поддерживают все прогрессивное, от кого бы оно ни исходило. И они осуждают все реакционное, даже если бы оно исходило от наших своих товарищей. И, между прочим, есть такое еще понятие, как и большевистская самокритика. Если я что-то сделал, то надо, кстати, сказать, что «а что вы так сделали?». Вот когда мне говорят, что «а что вы так сделали, Михаил Васильевич?», я, честно говоря, дурак был. Ну, что делать? Бывает. Кто, у кого нет недостатков, пусть тот встанет и скажет, что «а у меня недостатков нет, и я неправильных поступков не совершал». Поэтому я думаю, что вот в этой нашей, так сказать, четкой линии мы должны стоять на классовых позициях. Если наши классовые интересы говорят, что в данном случае у нас есть совпадение к каким-то вопросам с тем или иным деятелям, то мы его, не деятелям мы должны поддержать, а эти поступки поддержать. А вот деятеля целиком не надо поддерживать. У нас нет задачи поддерживать каких-то лиц. У нас есть задача поддерживать поступки, действия. По делам их, узнаете их. Говорится в описании. И это тоже достижение культурное. Вот я думаю, что какие, мне кажется, какие выводы надо сделать. Сейчас Владимир Петрович, он как лектор и основательно изучивший этот вопрос, он бросает уже окончательные оценки и акценты. Пожалуйста, Владимир Петрович. Окончательные я, конечно, не расставлю. На сегодняшний день окончательный. Да. И до следующего раза. Уже, собственно говоря, все было сказано. Здесь я с Михаилом Васильевичем тоже вполне на 90% солидарен. 91. Ну, не будем, да. Не будет мелочными, да. Ну, ладно, 89. Вот. Ну, кое-какие моменты там фразеологические, скажем, вот Михаил Васильевич сказал, что вот этот интернационализм буржуазный – это космополитизм. Я напомню, что Маркс и Ингельс себя называли космополитами, да. То есть, дословный перевод – «люди мира». И у нас в свое время при Ось Виссарионовиче, в бытность уже нашу с Михаилом Васильевичем, правда, мы немножко маловато были, не принимали участия в дискуссиях, шли в обществе широкие дискуссии о космополитах, да, и космополитизме вообще. И, в частности, космополитизм, хотя и некоторые… Безродный космополит. Да, безродный. Да, вот это, так сказать, как антитеза патриоту, да, космополит, получается. Но вот, все-таки, если мы диалектически мыслим, то мы должны придерживаться принципа диалектического относительности конкретного, да. Вот что сегодня патриотично, завтра может быть антипатриотично, да. Послезавтра вообще неинтересно. Этот лозунг вообще никого не вдохновляет, он снимается вообще. Бывает так, да. Вот. Так вот, так же и космополитизм. Скажем, Маркс и Энгельс совсем не имели в виду то обстоятельство, что они вообще не патриоты, вот, и придерживаются только вот таких в чистом виде классовых позиций, которые отвергают и являются антитезой вообще всему патриотическому. Либо вот классовые, либо это метафизический подход, антидилектический, да, подход получается. Ну уж никак Маркса и Энгельса в этом нельзя обвинить, да. Поэтому, значит, конечно, в другом смысле они это, себя называли космополитами. В том смысле, что они, конечно же, стоят, и тут Михаил Васильевич несколько раз это совершенно справедливо подчеркнул, прежде всего на классовых позициях, да. Но это не означает, что они вообще не имеют родины, да, и вообще никаких, так сказать, ни чувств, ни действий не испытывают по этому поводу, и не осознают вот это патриотическое начало в каждой отдельной нации, не национальности, а нации, объединённой в государстве, да. И, так сказать, можно их и не учитывать даже эти начало, это абсурд было бы. И неправильная бы тактика была, даже в революционной борьбе, да, неправильная тактика. И вы знаете, что вот это тоже обстоятельство, подчёркиваю, Владимир Ильич Ленин, говоря о специальной работе с этим же названием «Крах второго интернационала». Вот на чём у «Крах-то» состоялся, вот опять, ложно понятый патриотизм, да, когда разбрелись по национальным квартирам, как Ленин говорит, и забыли вот этот пролетарский классовый интернационализм. И тоже опять это было связано с Первой мировой войной, как проявление вот этого, так сказать, не патриотизма как такового, а вот тоже, так сказать, проявление империализма, да. Ленин это хорошо показал в соответствующей работе. Поэтому, конечно, мы должны вот так не балансировать, конечно, как коннотоходцы между патриотизмом и классовым подходом. Это вовсе не диалектика. А вот быть так, что вот и то хорошо, и это неплохо, и давайте как-то вот в единую позицию – это не диалектика. Диалектика состоит в том, что вот если сегодня, в данный момент патриотические лозунги, конкретные, не абстрактные, а конкретные патриотические лозунги соответствуют интересам и правящего, и эксплуатируемого класса, то осознаем, что это соответствует. Давайте эти лозунги поддержим, да. И словом и делом. А если завтра этот же лозунг уже не соответствует классу нашему, вот, классам и интересам нашим, вокруг которым мы, коммунисты, смыкаемся, значит, поддерживать это нельзя. Вот вы знаете, вот Владимир Ильич нам множество примеров дает. Пример. Ну вот, почти то же самое. Вы помните лозунг «Вся власть советом». Сколько раз Владимир Ильич наставил на том, чтобы этот лозунг выбросить, сделать его, выбросить как знамя над движением пролетарским, знаменем, одним из знамен революции, потом снимается, советы становятся реакционны, снимается. И вы знаете, никакой поддержки учредиловки, учредительному собранию, да, Ленин пишет. И сейчас об этом вот говорят. Вот, вот там, значит, большевики, они, значит, все ложную демократию как будто вводят и говорят, что они демократы. Какие они демократы? Учредительное собрание. Вот это, в общем, вид советской власти взяли, так сказать, и распустили. Вот. Что это такое? Ну, конечно, можно привести пример. А вот вы вообще парламент наш, Верховный Совет России взяли да и расстреляли ребята. И объявили это самой демократической акцией тоже, да. И еще и патриотической, как я уже говорю, акцией. Вместе с тем. Ну, что еще патриотичнее и демократичнее можно сделать, когда средь бела дня, значит, исполнительная власть расстреливает законодательную власть? Да, ну, что же самое? Самая патриотическая и демократическая акция. И, понимаете, так это внедрили в сознание народа, что даже наиболее вроде грамотные, знающие вот эти вещи повторяют через десятилетия уже, я так сталкиваюсь, так тупо повторяют. Кошмар какой-то, понимаете? То есть нам в нашей идеологической борьбе вот надо это, конечно, все учитывать. Вот этот диалектический подход во всех отношениях, да. И, конечно, диалектика, еще раз повторяю, это не баланс между противоположностями, да, балансирование на грани. А это, конечно, вот при приоритете обязательно. То есть равенство противоположного, абсолютное равенство противоположного – это застой. Это отсутствие движения. Вот сидим мы на стуле, есть равенство противоположного. Вот по закону Нейтену действие наше на стул и противодействие стула уравновешивается. Мы сидим в одном положении. Если что-то одолеет, мы либо провалимся, либо подскочим, да. То есть, когда равенство, вот некоторые так понимают это, да, диалектику равенства, никакого равенства противоположного, обязательно приоритет. А теперь мы ищем приоритет какого, какой стороны, классовой борьбе, да, тоже единство противоположного. Что мы должны поддерживать, и что соответствует интересам нашего класса, которым мы не только идейно и организационно, но и по своему социальному положению, безусловно, примыкает. И вот сейчас опять, вот я уже говорил о том, что обвиняет нас, коммунистов, в догматизме. Вот так дышите старые лозунги, да, и так далее. Значит, вот что повторяете марксийские тезисы, устаревшие. Ну, вот я говорю, истина, если эта истина представляет открытие всеобщих законов развития, и в данном случае всеобщих законов развития общества, она, конечно, не тускнеет. Да, но конкретизировать действия этих законов в каждый конкретный момент необходимо. В том числе и вот в этой проблеме очень злободневный и острый патриотизм. С одной стороны классовая позиция, с другой стороны, да. И надо выявлять, вот что составляет. И вот вопрос, скажем, о пролетариате тоже. Догматизм. Ну, какая там пролетарская диктатура? О каком пролетариате вы говорите? Где вы видите этот пролетариат, да? Почему вы там выбрасываете вот эти лозунги, да? Род фронт, да? Вот что это? Это что, в 19 веке вы вообще, мне прямо вот мой коллега, доктор философских наук, говорил это. Владимир Петрович, глаза откройте, у нас 21 век. Вы что, толдыщите лозунги 19-го? 20-го. Да, и частично 20-го. Да, уже 21-го у нас. Ну, вот понимаете, когда абсультизируют пролетариат, вы знаете, классическое определение марксистское, что это такое? Это эксплуатируемый, угнетенный и неимущий класс. То есть, в каком смысле неимущий? Нищий вообще. А не имеющий средств производства, да, своего распоряжения. Ну, вот мы, два профессора сидим. Кто мы? Вот, знаете, была такая поговорочка, такая, вроде, с легкой издевочкой иронии пролетарий умственного труда. Мы не имеем средств производства? Нет. Не имеем. Да? Мы в связи с этим не эксплуататоры, а тут вариантов не так много. Либо вы эксплуатируете, либо вас эксплуатируют. Как нас эксплуатируют, рассказать? У нас средняя зарплата среди профессоров в России, знаете, сколько? 35 тысяч. Вот. Это еще после повышения. Да. А в некоторых, у знаменитого Записоцкого, там 20 тысяч. Я сам удивился. Я вот работаю у него в качестве, там, председателя комиссии, государственной институционной комиссии. Вот узнал. Я говорю, что же это такое? Сверхэксплуатация. А какие доходы у товарища господина Записоцкого, который себя подает вообще демократам, пишет какие-то чуть ли не революционные строки? Да? Да он миллионер. Долгар. Да? И всем это известно. Его университета частное владение. Вот он эксплуатирует этих ребят. Да? И девчат. Этих преподавателей. И какие у него платят денежки студенты. Да? И куда это все расходится? Ну, тут все ясно. Кто эксплуатарь, кто эксплуатируемый. Да? Кто пролетарий? Умственного в данном случае труда. Так что мы по своему социальному положению вполне солидарны, конечно. И поэтому идейно мы смыкаемся. Вот тут бытие общественное определяет и сознание, пролетарское сознание, и коммунистическое сознание. А были бы мы де-факто, а не де-юро так там вписаны, строчку, да, представителями де-факто, да, другого класса, и доходы у нас были, вы понимаете, де-юро можно не принадлежать к этому классу. Нас бы не пригласили сюда. Ага, мы бы с вами не пришли. Что мы тут делаем? Вот вы знаете, тут думцы наши недавно защитили свой этот офисный планктон в думе. Там ведь при каждом думце пять официальных помощников. У каждого помощника по десять мальчиков и девочек еще. Бывает, да? У каждого помощника. Которые там бумажки пишут, помощника-то нет. Это же мозговой центр своеобразный по направлениям там, как же. А бумажки вот там, смс-ки посылают и проще. Так вот, обиделись думцы наши, народные избранники. Все как есть, конечно. Они обиделись за народ, вот за этот офисный планктон. Почему? Я это вот, это по нашему российскому радио передавали. Не думаю, чтобы это вранье было, да, все-таки рупорта. Да, совсем не пролетарский. Так вот, они обиделись, что эти несчастные вообще концы с концами не могут свести, потому что у них заработная плата в месяц 100-130 тысяч. Ни хрена себе. Опа. И постановили, нет, это безобразие, это вообще вот нельзя допускать. Ведь они сколько там работают с бумагами, там это, бегают. Теперь они, вот я обрадуемся за них, 200 тысяч в месяц в среднем заработать. Ну, на этой хорошей ноте мы... Да, вот так вот вам, что нас разделяет? Вот материальное положение, да, пожалуйста. А получаем по 200 тысяч, я не знаю. Надо им подумать. Да, ну сейчас бы мы уже не приементировались. Можем от души поблагодарить. Продолжение следует замечательное. Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо.